Северный город 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 выстоит и победит фашизм. И только тогда они соизволили, как говорится, открыть второй фронт, оказывать более сильную помощь Советскому Союзу в борьбе с фашизмом. Но это как бы все история. А перед нами вы, живые ветераны, да? И каждый из вас на своем месте. Кто, как говорится, под Москвой, кто под Ленинградом. Вот, милые барышни наши в борьбе с квантуанской армией Японии сделали вот то великое дело, что называется одним емким словом победа. И то, что вы сегодня здесь среди нас, это еще одна ваша победа. То есть это победа, так сказать, над смертью, которая миновала вас на той войне. И то, что вот 75 лет вы живете и можете, так сказать, нам рассказать о том, что было, это тоже ваша победа. Поэтому мне хотелось бы пожелать, вот тут вам сказали, что за вами закрепят медиков, там, соцов. Никаких медиков, никому не болеть, всем быть здоровыми, чтобы у вас у всех все было хорошо. Вот, сами могли передвигаться, себя обслуживать. Ну и, как мы говорили, на 9 мая в дружном строю отметить День Победы. С праздником вас, мои дорогие. До глубины души трогают благодарность и поздравления пришедших гостей. Неважно, сколько еще лет пройдется Дня Победы, ветераны войны заслужили своим ратным подвигом право на справедливую и честную память навсегда. Алена Феоктистова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Очередного пьяного водителя задержали сотрудники ГИБДД в первый день последнего зимнего месяца. Около 4 часов утра внимание дорожных полицейских привлек автомобиль «Тойота». Водитель иномарки проигнорировал требования стражи порядка, остановиться и попытался скрыться. Но поняв, что это не удастся, предприимчивый водитель остановил свое транспортное средство и перепрыгнул на пассажирское сидение, надеясь, видимо, доказать, что за рулем был не он. Однако данная хитрость не удалась. Кроме того, проведенное освидетельствование на состояние опьянения показало, что нарушитель пьян. За управление автомобилем находив состояние опьянения не имеющий водительского удостоверения 19-летний Устелимец задержан. Ему грозит арест на срок до 15 суток. В Устелимске проходят рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей правил благоустройства при домовых территориях в части несанкционированной парковки автотранспорта на газонах. Наша съемочная группа побывала в одной из таких проверок. Как будут наказывать провинившихся, расскажет Алена Феоктистова. В Устелимске достаточно специализированных автостоянок, однако граждане предпочитают оставлять свои машины во дворах, при этом забывая, что в соответствии с правилами благоустройства стоянка транспортных средств запрещена на газонах, детских и физкультурных площадках. Кроме этого, хранить свои автомобиль на парковке у дома нельзя более 12 часов. В связи с этим регулярно проходят рейдовые мероприятия с участием представителей городской администрации, депутатами и сотрудниками полиции. Присоединившись к ним, мы обошли несколько дворов и везде обнаружили нарушения. Длительное хранение транспортного средства. Зафиксировали данные правонарушения, фотоаппарат, на котором установлены даты и время совершения административного правонарушения. Вы видите, что правонарушение совершено, и это явно длительное хранение, что указывает на большую снежную шапку и виден даже грунт под кузовом автомобиля. Зафиксировали правонарушение. Дальше сотрудник правоохранительных органов звонит в ГИБДД и устанавливает личность владельца данного транспортного средства, его адрес, место жительства, для того, чтобы на месте составить протокол. После этого мы приглашаем нарушителя для составления административного протокола. Если он на месте, то мы составляем на месте административный протокол, то есть мы возбуждаем дело об административном правонарушении. Вычислить нарушителя. Всем составом мы отправились к нему за разъяснениями, почему он не хранит свой транспорт в специально отведенных местах. Почему вы поставили машину? Я поставил временно, стал заводить, движка дымит с подкапотом. Так и осталось у нас здесь пока. Когда планировали заняться? Я деньги закупил уже, надо откапываться теперь. А вообще вы обычно где оставляете все транспортные средства? Да мы замажем, где живые гаражи. В гараже или где-то на Таймане? Ну когда как, в гараже, раньше на стоянке. А почему отказались от стоянки? Потому что завод закрыли. Дорого, да? Нет, в смысле, работы не было стабильности. Но я говорю, стоянка вам стала дороговато. Да, да, да. Если нарушивший права гражданин отсутствует, то его письменным извещением вызывают на административную комиссию. В ее состав входят 13 человек. Это сотрудники правоохранительных органов, службы судебных приставов исполнителей, представители мэрии и простые горожане. Они решают, каким будет наказание. По данным, по 173-му областному закону, комиссия может вынести как предупреждение, так и штраф. Причем с 1 января 2018 года штрафные санкции увеличились. И для физических лиц они составляют до 5000 рублей. Для должностных – до 13 тысяч, для юридических – до 55 тысяч рублей. Все владельцы транспорта не должны перегораживать подъездные пути к дому. Это может помешать экстренным службам, скорой помощи, пожарным машинам. В зимний период застоявшиеся авто мешают работе снегоуборочной техники. А жильцы, которым ставят машины под окна, вправе возмущаться, ведь выделяемые при бесконечном автопрогреве выхлопы и излишний шум противоречат нормам и правилам парковки на придомовой территории многоквартирного дома. Подобные рейды продолжатся. Поэтому устилимцам стоит заранее позаботиться о месте пребывания своего железного коня. Иначе придется платить штраф. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Напомним, с 9 часов утра 31 января на территории Седановского муниципального образования действует особый противопожарный режим. Членами комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций был подготовлен и установлен комплекс парклоктических мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки в поселении. Как это ни парадоксально, но сегодня, 2 февраля, в третьем часу ночи на телефон диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре. Все в том же Седаново. В сообщении указывалось, что горит четырехквартирный жилой дом по улице Мира, 28. На момент прибытия огнеборцев одна из квартир почти полностью охвачена огнем. В ходе проливки места пожара начальником караула пожарной части 156 поселка Седаново обнаружен обгоревший труп. Предположительно, собственника жилища, 1972 года рождения. Причина пожара, виновное лицо, ущерб, а также социальное положение погибшего устанавливаются. Жители частного сектора, расположенного на Толстом мысе, обратились в приют для бездомных животных Хатико с мольбой о помощи. По их словам, в одном из заброшенных дворов от голода и холода погибают собаки на привязи. Спасти замерзающих животных отправились волонтеры, но то, что они обнаружили, повергло всех в шок. Торчащие ребра, робкие движения и глаза полные страха. Такими в минувшие выходные были обнаружены два алабая в частном секторе Толстого мыса. Как оказалось, во владении бывшей хозяйки дома, во дворе которого и находились несчастные животные, по договору было передано сразу несколько собак. Рассказывает Светлана Бульбук, директор Хатико. В этом хозяйстве у нас брали трех животных, то есть это Ротфеллер, Доберман и Алабай. Мы по осени приезжали, проверяли, как проживают животные, то есть содержание животных. Было все хорошо, было все прекрасно. И когда приехали, дверь была приоткрыта, мы заглянули, видели, что наш Алабай сидит без пищи, без воды, значит, не убирается ничего, собака истощенная. Значит, все занесено снегом. Мы пошли, значит, дальше по территории. Но, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Зайдя в одну из дворовых пристроек, волонтеры нашли коченевший труп Ротфеллера, прикованного на очень короткой цепи. Как указано в ветеринарном заключении о смерти животного, слизистые покровы и кожа носа, рта, глаз, ушей, подушечек пальцев, локтевых и плечевых участков отсутствуют, съедены грызунами. Смерть наступила вследствие голода и холода. У животного ни тарелок, вообще ничего не было. То есть просто бросили на голодную смерть. За животное умерло от истощения, от пищи, то, что находилось. Пошли дальше по территории, зная о том, что у нее еще были свои животные. То есть мы пошли дальше по территории, пройти, посмотреть все-таки, что там есть, где-то нет чего-то. И нашли, значит, на второй территории, где постройки сельскохозяйственные, еще собаку породы Алабай. Девочка была вообще страшна. Если, возможно, нашим кто-то и пооткидывал, наверное, что-то, вот наша собака Алабаю, через забор. Но там вообще доступа не было. Собака была прямо скрючена, как вопросительный знак. В том же заключении битклиники собака содержалась на короткой цепи без ошейника, типа удавки. Имеются следы длительного сдавливания тканей шеи, гнойный некроз тканей и обморожение второй степени. Следов кормления опять же нет. Человек, оставивший собак, основательно позаботился о том, чтобы животные не смогли высвободиться. Шокировало и то, что по всей территории были разбросаны шкуры крупного и мелкого рогатого скота. Крупные части его скелетов – рога. Было принято решение изъять животных. То есть пригласили полицию, мы изъяли животных. То есть вы прямо находились на месте событий, вызвали сотрудников полиции. Да, да, да. Приехал участковый или какой-то наряд? Приехал наряд полиции. Приехал дежурный участковый, приехал следователь. Было решение принято изъять животных. Конечно, собаку мы два часа пытались снять с цепи с этой прикованной. Но забрали собаку, пригласили в ветеринарную службу на свидетельствование. И вот потом было принято решение изъять животных в приют. На сегодня собаки в хатика. Боятся резких движений и чуть что тут же пугливо прижимаются к земле. Страшно представить, что им пришлось пережить. Однако, несмотря на жестокое обращение, бедняги не обозлились на людей. Они покорно принимают помощь, а в глазах просто бескрайняя преданность и доброта. Как поняли, что хозяйка уехала в Тюмень, продала, отдала, там неизвестно. Сейчас обратились в полицию, написали заявление, обращение, чтобы привлекли к уголовной ответственности, чтобы разбирались, по чьей вине погибло животное, кто оставил в опасности животное вот так умирать. Потому что там, как я поняла, идет, шел договор купли-продажи через казначейство этого кооператива, там не понять, что. Но в итоге, то, что животные погибали, видели очень многие. Видели очень многие. Кто приезжал туда, забирал последних сельхозживотных. То есть, я как поняла, что раздавали там, забирали их. Видели все. Но сообщить никуда никто не сообщил. Вот кроме этого мужчины и знакомого. В приюте обещают, что не оставят этот случай без внимания. Жестокое обращение людей с животными должно быть наказано. Мы вот сейчас ждем все-таки результатов с полицией. Мы все-таки расследование надеемся, что будет вестись. Что все-таки привлекут гражданку эту к уголовной ответственности. Если нет, мы будем обращаться в прокуратуру, в нашу местную. Если не получится здесь, значит будем обращаться в область. Ну и так дальше. Пока мы не требуемся какого-то результата положительного. Что привлекли хоть кого-то, чтобы не было этого так безнаказанно. Сотрудники правоохранительных органов приступили к разбирательству. А мы, в свою очередь, будем следить, чем оно закончится. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Специально для информационной программы «Северный город». На вопрос «Кто молодец?» жители Устилимска ответят «УИТЭЦ». Благодаря главным тепловикам минувшие морозы, опускающиеся порой ниже 40-градусной отметки, город пережил без каких-либо серьезных коммунальных ЧП. А в квартирах горожан сохранялась комфортная температура. По словам руководства предприятия, это стало возможным благодаря серии ремонтов оборудования и сетей минувшим летом. Тогда даже пришлось отключать на несколько дней горячую воду, что вызвало недовольство многих горожан. В результате, в зимний период предприятие работает в штатном режиме. Во время оттепели температура воды в сети опускается до 117 градусов по Цельсию. В морозы будет поднято до 130. У устилимцев появилась уникальная возможность почувствовать себя экстремалами и пройти так называемый курс молодого бойца. Освоить прыжки с парашютом, полетать в аэродинамической трубе, получить горную огневую подготовку. Такого у нас в городе еще не было. Теперь будет, а все благодаря новому проекту, о котором наш следующий сюжет. Запустила в работу грандиозный проект Устилимская общественная организация ветеранов ВДВ и войск специального назначения. При поддержке местного военного комиссариата, группы ИЛИМ и Иркутского учебного авиационного центра ДСАФ была разработана специальная программа по подготовке граждан физически и теоретически по четырем направлениям. Горная подготовка, огневая подготовка, занятия в аэродинамической трубе, прыжки с парашютом. Данное направление рассчитано не только на взрослых жителей города. Скорее, да, в первую очередь это для молодых людей, не служивших еще в армии, но являющихся призывниками, то есть призывного возраста. Что позволит им подготовиться. Все эти занятия заканчиваются получением официального документа, то есть если выполняются прыжки с парашютом, то соответственно у человека есть документ о том, что он выполнял прыжки с парашютом. Огневая подготовка, горная подготовка, все это будет задокументировано и будет являться плюсом при прохождении дальнейшей воинской службы. То есть с такими документами на руках есть шанс служить в элитных подразделениях, гораздо проще будет туда попасть. Главное условие участия в проекте это состояние здоровья. Бойцами экстремалами могут стать все, от мала до велика. На территории Усть-Илимска будут преподавать теорию. Затем команду отвезут в воинскую часть на полигон, где научат стрелять из автомата Калашникова, снайперской винтовки, боевых пистолетов. У нас в городе такого, к сожалению, нет. Горная подготовка, что в нее входит? Горная подготовка, заниматься будем здесь, в Гренаде, у нас в городе, на скалодроме. Ну, вновь открытом. Недавно открытом, так скажем. И аэродинамическая труба, где у нас вот такая штука. У нас, к сожалению, нигде. Это опять же Иркутск. То есть то, что можно здесь подготовить, это теоретическая теория огневой подготовки, воздушно-десантная подготовка, физическая подготовка. Это все здесь, скалодром здесь, все остальное, это с выездом в Иркутск. Уже многих горожан заинтересовал курс молодого бойца. Успевайте и вы. Организационный сбор и комплектование групп состоятся 11 февраля в 18 часов. В здании у 15-й школы. Жители города, желающие повысить свой уровень физической подготовки, желающие осуществить свою мечту, молодые люди, желающие пройти курс обучения перед службой в армии, могут обращаться к нам. Нас можно найти в социальных сетях. Группы есть во Вконтакте, в Одноклассниках. Называется «Прыжки с парашютом Устилимск». Также лично можно обратиться в нашу организацию. Она находится рядом с 15-й школой. Это здание, совмещенное с гаражом со стороны стадиона. Либо обратиться по телефону 8902-76-56-120. С опытными инструкторами не страшно ничего. Проект осуществляется впервые. Такого экстрима в нашем городе вы больше не найдете нигде. Алена Феоктистова, Александр Килин, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». В Приангаре насчитывается без малого четверть миллиона федеральных льготников. Это прежде всего инвалиды, ветераны боевых действий и другие герои. Начиная с февраля, ежемесячная денежная выплата для них увеличена на 2,5%. Предоставляемый набор социальных услуг составит более 1 тысячи рублей. Самой большой строкой дотации остаются медикаменты – около 800 рублей. Напомним, что федеральные льготники могут по своему усмотрению получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора соцуслуг деньгами как полностью, так и частично. Почувствовать себя королевой и всех вокруг восхищать своей красотой – просто приходите и выбирайте на выставке «Меховые традиции» именно свою шубу. О выгодных предложениях и режиме работы выставки расскажем далее. Гордость компании «Меховые традиции» и ее богатый ассортимент. Тысячи изделий представлены на выставке. Ни одно из них не повторяется, а это значит, что тут можно подобрать уникальную, подходящую именно вам шубку. Коллекция постоянно обновляется новыми моделями – шубами-трансформерами, коллекционной греческой норкой, куницей, парками, что позволяет поделяться среди массы женщин в одинаковой верхней одежде. Регулярное обучение продавцов-консультантов новым тенденциям в мире меховой моды подарит вам удовольствие от процесса покупки. Сертификаты и гарантия качества только серьезных производителей. Чипы на всех изделиях обезопасят от подделок. Процент возврата по браку на нашей выставке минимальный и составляет всего 0,29%. Выставка «Меховые традиции» занимается выездной торговлей более 15 лет и охватывает все регионы России – от Кавказа до Камчатки. Регулярно приезжает и в наш город. То есть у вас есть защита от неудачной покупки, возможность обменять изделия или вернуть деньги, а наличие разных выгодных вариантов кредитования и рассрочки позволит купить шубу еще до получения зарплаты. Приходите на выставку «Меховые традиции» и купите шубу своей мечты 3-4 февраля в ГДК «Дружба», 5-6 в ДК имени Наймушина с 10 до 19 часов. Это все главные новости пятницы. Мы продолжим следить за развитием событий. Расскажем о них уже в понедельник. Всего доброго и хороших всем выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова